всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей ребятки очень многие девчатки мои хорошие очень многие меня спрашивают люба как понять что кота сетом уснул или проснулся как за ним надо ухаживать когда он спит или не спит я сегодня вам расскажу вкратце все своими словами как это делаю я правильно я делаю или нет я не могу утверждать но могу только сказать одно что кота сетом у меня просыпаются по другому морковки как мы привыкли их называть что они у меня просыпаются растут новые бульбы и зацветают а как у меня цвели мои кота сетом и вы можете посмотреть в моих видео видео есть на канале я показывала как один из них очень красиво процвел у меня ну наверное перед новым годом если найду его фото я обязательно вам ставлю ну а кому не лень можете посмотреть в моих видео и вы найдете но сейчас я покажу вам и вместе мы с вами сегодня их будем пересаживать во что пересаживать и как пересаживать все увидите в процессе видео потому что я очень долго думала и во первых не знаю еще что с ними как я их отсюда освобожу и расскажу почему я хочу их пересадить из этих посадок все по порядку и подробно кстати кто еще не подписывался подписываемся на мой канал и у меня есть второй канал ссылочка под видео в описании и также ссылочка есть в обсуждениях в комментариях первое первый комментарий будет закреплен с моим вторым каналом где мы готовим вкусный хлеб плюшки и просто разговариваем где я моя семья и мой мартюша лабрадор красавец пумбышка и все такое прочее ну давайте сегодня у нас тема про катасетума и как же понять уснула наша марка морковочка проснулась ли наша морковочка и все такое прочее две из этих из этих горшочков у меня проснулись наконец-то и сейчас я вам покажу вот этот вот симпатюричный малюсенький ростик это и есть свежая новая бурбочка которая должна вырасти больше предыдущий а почему именно у меня вот эта бурочка выросла меньше вот этой пришла пришел этот катасетум ко мне вот с этой бурбой да она такая вот большая высокая а это меньше это адаптация данной морковки была в моих условиях но несмотря на это моя морковочка прекрасно и очень красиво цвела очень красивым цветочком и я надеюсь что в этот раз вот этот малюсенький ростик вырастет обязательно больше своей вот этой мамки предыдущий бурбочки вот именно сейчас наш катасетум проснулся и покажу вот на еще на одном вот эта бурбочка в процессе скорее всего уйдет потому что она уже видите такая дряблая вялое и совсем уже непригодная к жизни и скорее всего сейчас при пересадке я ее удалю а другие две бурбочки вот с этой бурбочкой пришел он ко мне вот эта бурбочка наросла уже у меня и как вы видите они практически тоже одинаковый ростом и вот еще один малюсенький ростик который появился уже у меня и как вы видите корешков еще нет и как же вы спросите надо когда же надо начинать точнее поливать катасетума и надо ли их поливать пока они спят пока они спят а как они понять что они уснули видите у них нет ни одного листочка вот если у этого катасетума листики есть он так и не ложился спать и два месяца он стоит неполитый я пыталась его уложить спать но он так спать и не лег думаю и не ляжет но не хочет он спать ему не нравится но о нем мы поговорим когда будем пересаживать то есть когда морковка не спит она находится вот с листиками когда морковка засыпает листики начинают желтеть усыхать и отваливаться когда вы видите что ваши листочки начинают желтеть полив надо уменьшать и когда про уменьшать практически совсем пока мои морковочки спят сбросили все листики я поливаю их буквально один раз в неделю по одной столовой ложке просто чуть-чуть проливаю сверху можно сказать практически не поливаю вообще и как только мы увидели что у нас появились новые ростики это означает что морковки проснулись но не стоит торопиться и начинать их поливать полив должен быть у морковок именно в тот момент когда новые росточки подрастут и пустят свои корни сам субстрат то есть сам грунт и вот только в этот момент когда корешочки уже в грунте у нового ростика мы начинаем поливать свои морковки то есть свои орхидей ки также как вы поливаете все остальные даем небольшую про сушечку то есть полили прошла неделя вы увидели что субстрат просох и денечек 2 подсохла и опять поливаете это делаю так я ну а вот эта морковочка так и не легла вообще спать ну а теперь давайте будем освобождать их из этого субстрата из этих горшочков а почему я хочу это делать потому что мне не очень нравится как я за ними ухаживаю в этих горшочках здесь дырочки мне неудобно их поливать ну то есть много неудобства для самой меня и но новой бульбе вот именно здесь уже расти некуда поэтому я хочу их пересадить в гораздо удобный для них горшочек и для меня ну а для начала нам надо с вами освободить морковки из этого горшочка из этого субстрата что мы с вами сейчас и сделаем только как я это буду делать если честно я даже не представляю почему то мне кажется что мне будет очень сложно их отсюда освободить потому что они сюда посажены еще в своем старом субстрате и обсыпаны были моим уже субстратом который я для них на тот момент придумала и будет это сделать очень сложно потому что там внутри везде проросли корешочки когда росла эта бурбочка но именно вот сейчас можно не бояться терять вот эти корни все потому что они в принципе безжизненной стали потому что не получали влаги пока морковка спала поэтому я не буду особо переживать за эти новые корешочки а буду стараться освобождать их отсюда из грунта но как я это буду делать не могу даже представить наверное мне придется разбить этот горшочек попробуем этот вот и это также очень плотно плотно сидит хорошо разросся ему здесь нравилось ну что не будем занимать много времени а будем разбивать горшочек ну что мои хорошие вот так получилось у меня освободить наши морковки и вот эта морковка который совсем не вылазила посмотрите какие шикарные здесь у нее были корешочки конечно я не буду потрошить скорее всего весь этот ком но сейчас мы с вами все увидим в процессе наших посадок и самая слабенькая вот это поэтому она и не росла и возможно не засыпает ну поехали да и что же я запланировала сегодня пересаживать вот здесь у меня вот такая крупная кора кстати вот эта кора фракции 48 и я просто порезала ее ножницами вот на такие квадратики мне очень понравилось вот эта фракция получаются вот такие вот разные квадратики прям хорошие это галтованная кора который есть у меня в продажах циафлора и мог вот это было мое запланированное сегодня во что я буду сажать а и камни камни покажу чуть позже так ну что мои хорошие продолжим наши пересадки сейчас вот эту которая спать не собиралась и не собирается мы отставим пока в сторонку с ней мы займемся с вами чуть позже и с 1 наверное займемся вот с этой посмотрите какая красота не правда ли и была она у меня посажена как вы уже поняли нет мелкая фракция коры скорлупа кедрового ореха циафлора и мох на дне этого горшочка как вы видите был мох который и оплели корешочки я думаю что я не буду нарушать всю эту конструкцию полив начну осторожно потом и возможно корешочки не испортится чешуйки вот этим вообще не рекомендуют снимать но я всегда их удаляю осторожно и потихоньку почему осторожно потому что под чешуйками могут быть цветоносы могут быть новые ростики и вы спросите когда надо начинать кормить морковку первый полив делаете простой водичкой а последующие поливы уже можно поливать с удобрением морковки очень спросите с каким не надо изобретать никакой велосипед а подкармливайте для цветущих очень любят конский навоз в гранулах кстати о конском навозе можно сразу добавить несколько гранул в посадку если у вас есть а у меня он где-то был и сейчас я его поищу сейчас вот так осторожно сниму вот эти все чешуйки эти чешуйки от старых листиков которые были и если они у вас не снимаются то снимать не надо иначе вы повредите сам саму бульбочку и она будет болеть а нам не надо чтобы наша орхидейка болела в общем за катасетумами уход такой же как за луковичными растениями которые выложите на на зиму спать или укладываете или ложите или кладете кому как удобно тот так и говорит так ну все почистила я наши морковочки больше очищать ничего не буду и сейчас найду конский навоз и вот он наш конский навоз и хранится у меня так пакетики потому что если его открыть то он пахнет выглядит он вот так и называется орговит гранулированный конский навоз потому что у вас наверное все задам наперед зеркальное отражение и там вот такие гранулы и добавлю по две гранулки каждый горшочек то есть нам понадобится 6 гранул а это опять закрываем и убираем добавлять буду сам субстрат для того чтобы не было запаха если не вставлю фотографию цветущего своего катасетму вы поищите в моих видео и вы найдете еще понадобятся мне сегодня вот такие камушки это морские камни многие спрашивают где они продаются мне привезли их с моря а продаются они в зоомагазине где вы где можно приобрести все для аквариума девочки говорили я не знаю у меня аквариума нет и посадить я хочу их вот в такие горшочки этот горшочек на литр 200 эти горшочки на литр 50 и они чуть-чуть разные видите у этого горшу мне вот эти горшочки последнее время вот с таким дном нравится гораздо больше чем вот эти горшочки потому что вода вот на налили водичку вниз и сразу своим донышком она касается вода касается другого горшочка и начинает постепенно уходить вверх если вы поливаете сверху проливом например по краюшку по краюшку пролили и водичка стекла сюда быстренько и которая субстрат не намок он начинает опять снизу забирать все наверх а здесь получается между ножек между горшочками расстояние и естественно в этих ножках ничего нету и влага подниматься не может поэтому да можно положить сюда мох в эти ножки но он постепенно засалится засалится и вода будет плохо выходить из горшочка поэтому я перестала это делать сейчас и начнем сразу вот в эти горшочки в самый низ добавлю гранулы потому что здесь они никуда не выпадут здесь дырочки такие хорошенькие что из них ничего не вываливается не осмокот не гранулы и сюда 2 положим а вот сюда будем ложить в серединку потому что дырочки и может все вывалится хотя возможно и нет нет положу в серединку не будем изобретать велосипед и примере кого куда мы посадим вот как-то уже незадача вот сюда хорошо встает и вот этот сюда хорошо встает пусть у меня сегодня субстрат уйдет даже меньше чем я запланировала супер я довольна ну а вот тот который у нас проснулся спит то они не засыпал мы посадим в этот горшочек он как раз корнями не оброс и его можно маленько поширшить ну давайте будем наше таинство производить ну что самый низ я положу чуть-чуть крупной коры которую сама нарезала здесь у меня попадается крупный керамзит тоже положим так теперь беру циафлору и насыпаю на дно циафлорки и получается у нас вот так на самом дне крупная кора а дальше идет циафлора чуть-чуть донышко покрыта как раз у нас на это донышко и должна встать наша морковка точно прекрасно встала замечательно но она у нас сидит неровно поэтому вот не хочу ничего здесь рушить поэтому на одну сторону мы положим чуть-чуть побольше потому что она у нас неровно нам надо ее поставить поровней так замечательно и здесь у меня я вам показывал в этом же субстрате есть очень мелкий субстрат то есть раскрошился мох раскрошилась где-то кора и превратилась вот такая вот крошечка и вот этой крошечкой я сейчас обсыплю наш с вами катасетом по краям потому что ничего другое здесь не пройдет если только очень мелкие кусочки коры можно использовать старый субстрат которым они сидели он тоже подойдет он не испортился он замечательно но он очень тяжело туда проходит потому что пространство между горшком и всей вот этой конструкции практически нет поэтому я буду использовать из этого контейнера вот эту меленькую крошечку мне она как раз подойдет замечательно замечательно я не знаю и я и и и и и и И получается, видите, вот этой крошечкой оно все засыпается, именно то, что нам и надо. Это раскрошенный мух, раскрошенная кора, можно кусочки коры положить туда, которая тоненькая и проходит. Вот. 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 Если бы я изначально сажала катасетому, то я положила бы крупнее кусочки коры. Но так как она уже у меня посажена и обхватила полностью свой субстрат, я не хочу его рушить, поэтому я делаю вот так, как делаю сейчас. Я ее не освобождала, а просто перевалочкой обновила ей чуть-чуть субстрат. И сверху укладываю камушки, которые морские, которые тоже удерживают влагу в горшочке. И уже ни одна посадка у меня живет полностью в камнях орхидей, и им это очень нравится. Корешочки цепляются за эти камушки и очень даже остаются довольны, поверьте. А кто не верит, тот может посмотреть все мои видео, которые есть у меня на канале с довольными счастливыми орхидейками. Корешочки через камушки замечательно пробираются, им это очень нравится. Камушки сверху просто как декорация, не более того на данный момент. И получилось это вот так. Ну, конечно же, как они себя будут чувствовать дальше, я обязательно вам покажу. Берем другую нашу красавицу. Так, смотрим, что у нас тут с этой бульбочкой. И стараемся ее выкрутить. Все. Выкрутили ее полностью до основания. Так как мы ничего поливать сейчас не будем, оно все хорошо подсохнет и гнить ничего не будет. Ставим нашу красавицу сюда и тоже обсыпаем. Можно обсыпать даже маленечко циафлорой, тоже будет неплохо. Все. Так. 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 Как. не забываем что вам еще один горшочек от сафлора у меня больше нету дома какая неудача покер был пьяный фокус не удался ничего страшного так чтобы так много у нас не ушло циафлора тогда мы вниз у нас получится прослойка кора циафлора и опять чуть-чуть коры опять ставим дубль 2 и обсыпаем опять циафлоркой всыпаем меленькой корой даже очень хорошо получилось и сверху тоже обкладываю камушками все и вот так вот у нас все тут с вами получилось даже очень симпатично конечно вот для этой надо было бы горшочек то сразу побольше но увы его нету ничего страшного пускай сидит в этом горшочке на год хватит а следующий опять пересадим что нам делать так и что у нас с вами осталось еще одна морковка что мы ей будем делать сверху беру крупные керамзитинки тут есть на мое счастье камушки попадаются крупные кусочки коры и все это дело делаем вниз небольшую просу про слойку из мха и укладываем наши гранулы из конского удобрения и прикрываем их мхом так дальше чуть-чуть софлора прям совсем чуть-чуть берем наш катасету смотрим что тут чуть-чуть снимаем старого субстрата потому что он снимается у нее если у той было все корнях и она не снималась мы там с вами не трогали ну а здесь она все снимается и мы сможем ее покомпактней сюда поместить и мы даже сможем ее разделить я об этом думала хорошо что вспомнила потому что на одном росте на одной на одной посадке выросло две бульбочки мне в том году многие говорили люба удали вот эту бульбу она будет мешать развиваться другой ну вот видите она удалилась и мы ее посадим отдельно и можно засыпать этим же субстратом чуть-чуть он хорошим не испорчены просто у нас получилось сейчас покомпактней ее сюда уставить это бульба еще сколько времени покормит орхидейку все чуть-чуть укладываем резаного мха свеженького маленечко крупных кусочков коры не хотела спать вот сиди и развивайся и она у нас с вами клонится как раз камушки здесь прям самое то для того чтобы закрепить хорошо нашу орхидейку чтобы она у нас не прыгала как ванька встань Вот так. Даже замечательно все получилось. И для четвертой у нас есть с вами церофлора. А камушки у меня есть еще. А вот откуда была вот эта бирочка, я не помню. Вот как-то так теряются бирочки. Воткну сюда, потому что все равно не помню. Пускай будет здесь. Вот так получилась у нас еще одна морковочка. Убираем в сторону. И подбираем горшочек вот для этой. И будем надеяться, что она будет развиваться. И вот такой вот горшочек 0,6 мы для нашей малышки нашли. То есть я. Так. И что же мы с вами здесь сделаем? Вниз мы укладываем ту смесь, вот которая у меня здесь есть. То есть это вот такая кора, мох. И укладываем вот сюда вниз. Так, много положила. Давайте тоже положим ей удобрение. Одну горошину. Так как горшочек у нас маленький. Побольше. Тоже совсем маленькая какая-то попалась. Возьму побольше. Ой. Так. Куда упала? Она коричневая. Здесь все коричневое. Вот нашла. Все. Присыпаем. Чуть-чуть сахарки. Ставим нашу малышечку. Можно снять ей сухие чешуйки осторожно. И сажаем нашу малышку сюда. Обсыпаем ее король. Вот этой мелочью, которая у нас тут осталась. И сверху чуть-чуть присыплю циафлоркой. Все, прям совсем чуть-чуть. Так. Берем мох. Укладываем сверху его. Хотя можно было бы его намочить и укладывать. Ну, я положу сухой. И сверху тоже положим ей камушков. И берем наши камушки. Камушки перед использованием я обязательно хорошо промываю. Можно обдать кипятком. Для того, чтобы они получше промылись. Потому что это морские камушки. И в них находится очень много соли. Она нам не нужна. Я один раз не промыла эти камушки. И корешочки у меня все испортились. Ну, вот теперь они, в принципе, и не должны спать положиться. Когда я хотела, чтобы они спали, вот надо было спать. А теперь я хочу, чтобы они уже росли. Поэтому теперь пускай они растут. Так. Вот сюда положим камушков раз остались. И вот так вот у нас получилось из трех четыре. И вот так вот у нас с вами получилось четыре катасетанума. Красота. Четыре морковки. Я очень довольна посадкой. Сейчас я вам покажу, как я две из них полью. Катасетанума у нас с вами четыре. А поливать я буду только два. Потому что вот этот катасетанум и вот этот катасетанум у нас с вами еще только-только просыпаются. Поэтому их поливать сейчас мы не будем. Поливать мы их будем, когда корешочки у новых ростиков полностью уйдут в субстрат. Не коснутся субстрата, а уйдут полностью в субстрат. И вот эти два катасетанума мы сейчас с вами польем. Вот таким образом. Сверху у нас циафлора там присутствует и не сверху. Она всегда шипит, если она сухая. Сверху у нас циафлора. Все. И долго ждать мы не будем, а просто берем и сливаем нашу водичку. Субстрат смочили. Этого достаточно, потому что орхидейки очень долго не пили. И не надо переусердствовать с поливом. Водичку, конечно же, я оставлять нигде не буду. Лишнюю воду сливаем и стараемся, чтобы вся водичка стекла. Где не получается этого сделать, именно с такими ножками ничего страшного, если водичка там осталась. Она просто останется внизу и не будет касаться второго горшочка. Не показала вам, как тут все это дело намокло. Видите, циафлорка изменилась цветом. Была она вот такая, а стала оранжевая. Значит, она намокла. И по циафлоре, в принципе, не надо ориентироваться, пора ли пить ваши орхидейки или нет. Если только где-нибудь в самом низу сверху, она просыхает гораздо быстрее, чем снизу. Ну, я катасетаму поливаю примерно один раз в неделю. В летнее время года. И теперь берем второй наш катасетам и тоже сливаем у него водичку. Все. Внизу у нас дренаж, поэтому вся лишняя влага сейчас уйдет вниз. Ну, вот на этой шикарной ноте я хочу закончить сегодняшнее видео. А у кого остались вопросы, пишите. Я обязательно на них отвечу в ближайшем видео. Все, мои хорошие. Всем пока-пока и до новых встреч. Не забываем подписаться и поставить палец вверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok